Добрый день! Вчера мы закончили как бы предварительные части прибежища, порождение бодхичитты, четыре безмерных и визуализация тушиты. Сегодня переходим к собственно тексту Канелл Хагяма. Вчера мы видим в деталях refuge, джентрирование и визуализации бодхичитты, четыре сетки инкоменцирующиеся, и также мы видим в реализации тушитты. И сегодня мы начнем с текстом, как предварительный, Галден Лагяма. Так. Здесь первое четверостише – это приглашение, поле заслуг. И так, первый четверостише – это приглашение, поле заслуг. Вчера это была визуализация объекта прибежища, а сегодня это поле заслуг. Donc, hier nous avions la visualisation des objets de refuge, и aujourd'hui c'est celle du champ de mérite. Честно, они выглядят одинаково, но у них работа немножко разная. Alors, ils ont souvent une apparence similaire, mais leur travail est quelque peu distant. Объекты прибежища, мы обращаемся к ним как к прибежищу и обычно растворяем в себе. Поле заслуг, так же, как на поле чего-нибудь, мы выращиваем урожай этого чего-то, так же и на поле заслуг мы выращиваем урожай заслуг. Поэтому оно так и называется. Поэтому оно так и называется. Donc, en ce qui concerne les objets de refuge, on les visualise et après se dissonvion le champ de mérite, qui c'est comme un champ. En fait, il faut cultiver et après préparer la récolte des mérite, qu'on va pouvoir faire. Donc, ici, dans le camp de prison, le champ mérite décomposer deux Tsongkapa avec ses deux disciples. Есть другие варианты этой же практики, где предварительно поле заслуг сначала визуализируется перед собой, а потом в него приглашаются как бы существа из тушиты. В этом варианте предварительной визуализации перед собой нет, то сразу же приглашаются товарищи оттуда, где они как бы существуют, прибывают. Alors, il y a certaines pratiques dans lesquelles le champ de mérite et tout d'abord, il y a une visualisation préliminaire où on visualise le champ de mérite devant soi et après, on invite dans un second temps les êtres qui viennent de Tushita. Dans cette pratique, il n'y a pas de visualisation préliminaire et on visualise directement le champ de mérite. Alors, où est-ce qu'ils se trouvaient déjà hier, vous vous souvenez? cetera. Ещё кто скажет? «Там �ushita?». «Там �ushita, tushita, tushita..» «Там в Tushитель-p, tushita, certes mi-ātri. И так, сосредоточившись, до этого мы осматривали, как бы, ну вот, позиционировали себя здесь. Затем мы перемещались туда, осматривали расположение этого места, местности, окрестностей. Затем мы сосредоточились на обитателях, на главном его обитателе. Затем мы должны сосредоточиться уже на, как сказано, почтенном господине отце и сынах, находящихся в сердце Досточтимого Майтреи. Затем мы все сосредоточились на обитателе. Как вы видите все обороны, все обороны, все обороны, все обороны, все обороны. И потом, в результате, вы концентрете на самый важный обороны. И теперь, в концентрете на Венераторе, Паре и Филе, который находится в сердце Дмитрия, вы думаете... Опять же, в результате, что есть на них, мы не думаем, что это какие-то незнакомые дядьки из XIV века, где-то там живущие, жившие, где-то далеко-далеко, и про которых лишь какие-то рассказы остались. Мы должны ощутить близость с ними, как бы личное знакомство. И, опять же, вы помните, что это не не москопы, которые живут в XIV веке, или очень далеко-далеко, но. Вы должны чувствовать себя скромное видоснение. Это люди, которые вы знаете лично, 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 лично. И, конечно, это... Да. И, сосредоточившись на них, подумать, почему бы вам не прийти сюда, то есть туда, где находится, на материк Джамбу, в постанство передо мной, дабы стать полем для накопления заслуг. И с таким устремлением, с сильной верой и рвением, мы произносим первое четверостишее. И, в основном, вы думаете, почему бы вы не пришли сюда, в лобсом, передо мной, на Джамбу, в континенте, чтобы быть, как бы, в мэри. В тибетском, как бы, текст начинается со слова «гандэн», что, собственно, означает «тушита», и это довольно удобно. То есть, пока мы произносим слово «гандэн», мы должны успеть совершить всю ту визуализацию, о которой говорили вчера. То есть, это позиционирование, перемещение, как бы, мысленное осмотрение этого места, местности, обитателей и так далее. Слово «гандэн», затем «сотни божеств», «покровитель», это «майтрея», и «из его сердца». В тибетском очень удобная последовательность визуализации происходит, как бы, соответствующие слова. Слова соответствуют, точнее, слова соответствуют визуализации. Теперь, наверное, мы можем его отмотать. Катрин говорит, что « В тибетане, как вы видите, он начинает с гантен, который означает гантен, и когда мы прононим гантен, в самом деле, нужно, в путь же, И так как это слова приглашения, то часто они сопровождаются еще и звоном в колокольчик. И произнося эти слова, представляешь, что от этих слов, они, отвечая как бы на эти слова, они пребывают в пространство перед тобой, и то белое облако, на котором они сидели, помните, в сердце у Майтреи, оно как бы вроде бы и растягивается. Вот то место, где они сидят, это, можно сказать, утолщение на его конце, а назад, к сердцу Майтреи, оно становится тоньше, 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 и вытягивается как пряжа. А как бы острием или кончиком касается сердца досточтивого Майтреи. А вот на переднем краю, на вершине облака, улыбаясь, с великим удовольствием, восседает как бы эта троица, от же отец и сыны. И так, там, после того, что, через эти слова, они появляются в небо, перед нами, и в небо, если вы вспомните, который находится в сердце, в сердце, он снялся, и он как бы стыкнулся, и он будет стыкнулся, но он продолжает быть в сердце, в сердце, в сердце, в сердце, в сердце. Это, как бы, часть называется приглашение, поле заслуг. Дальше начинается семичастный ритуал, или, как бы, церемония из семи частей. Хотя есть, как бы, два мнения относительно того, здесь начинается семь частей, или через, как бы, одно четверостишее. Просто вот это второе четверостишее, просьба восседать в подлежащем пространстве, оно соответствует, как бы, в других случаях просьба не уходить в нирвану в семичастном ритуале стоит на шестом месте. А здесь она выведена вперед. И пятый, давай вам объясняя это, говорит, что это обосновано тем, что для практикующего очень важно, в первую очередь, очень важно, чтобы учитель оставался с ним как можно дольше. Поэтому просьба не уходить в нирваны вынесена на первое место, чтобы ученики осознали это. Просьба не уходить. Но на Шримбуче, передавая этот текст, часто говорили, что это лишь просьба как бы присесть на стороне. Этого недостаточно для просьбы не уходить нирвану. И он часто советовал вставлять еще одно дополнительное четверостишее там, между просьбой даровать учение и посвящением заслуг. Это для тех, кто как бы понимает, о чем мы сейчас говорим. Если вы уже запутались там первое, шестое, пятое, не беспокойтесь, это не так важно. Это просто тонкости. Так, Натурбюнбуче, он бы сказал, что это первое, что не было достаточно. Потому что, в частности, у него только требование, чтобы было посвящено, чтобы подсказать еще одну структуру. типы пульма она пуша ки сосуды же антика миле он проли прония сезим ствол не выжать и детали закажет ассаса принотопом и си петель пушек и компрессию тут ищите собственность по самому тексту здесь у нас сказано что затем представляя как из твоего сердца появляется три львиных трона который ты подносишь с просьбой восседайте на них дабы оставаясь полем заслуг ради благоучения скитальцев не уходить нирвану и произносить следующие слова это второе четверостишия будет в предлежащем подстанции на львиным троне на лотосе и луне досточтимый гуру сияющий радостной улыбкой прошу прибывай сотни кальп для распространения учения как превосходнейшее поле заслуг в моем благоговеющем уме другу в disso и там в том где представлен о том как прокурат пройдет три тронез львиных тронез льв arbолем адвие ты досточке да не суме в чем из так тв И дальше я представляю, что эти слова были услышаны. И они отвечают согласием, и приняв троны, садятся на них. То есть они до этого сидели на облачках, а теперь мы подносим им троны, и они на эти троны садятся. И так, теперь, imagine-то, что они услышали, что они услышали, что они услышали, и что они ответили на эти троны. И поднимая их троны, они услышали. Так что они стали на небе. Вы, вы предложите их трон, которые они acceptают, и они садятся на них. то есть накопление заслуг посредством подношения семичастного ритуала здесь 7 этапов ну тут как бы автор то ли намекает на то что вот я вот эту шестую часть пропустил то ли он правда пропустил потому что в предыдущем вроде бы он явно говорит о просьбе не уходить нирвану но при этом он не выделяет его как просьбы не уходить нирвана дальше он говорит что будет 7 но тут их только 6 остается и donc и си лакуна си он так сидит на комментариях и еще мере трассы за фондю и еще и си это то есть лапо он пе он пе он пе и пе и и а вот келку тюкан си реми а у нас уже есть и во время си си вранжи я расширил а у си 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 вранжи си ссё донк соседка кушу ски не патрик ляда при комнате ассо или фессия на длессе сет но опять я на пусси с них первое это простирание поклоны или представляешь что ты помните вокруг нас еще там все существа то есть представляю что ты и все другие существа совершая простирание телами произносит слова восхваления речью то есть эти восхваления являются простирание речью складывание ладони и совершение этих жестов и как бы собственно поклоны это постирание телом когда мы произносим эти словословия так сказать восхваление это постирание речью и пометование о достоинствах о благих качествах ума речи и тела цунгкапы его учеников это постирание умом вот и здесь об этом и говорится что представляю что ты и все другие существа совершая простирание телами произнося слова восхваление речью и пометуя о достоинствах ума речи и тела в соответствии со смыслом произносим их слов проявляйте в уме веру и почтение и произноси следующие слова кланяемся тому кого есть смысл видеть слышать и помнить чей мудрый ум охватывает всю меру познаваемого чья изящно разъясняющая речь является украшением слуха счастливцев а тело прекрасно сиянием великолепия славы оком все вспомидают поли если ты тех, кто возникнет поли с . исчезновение вы вы Субтитры создавал DimaTorzok Vous développez la foi et le respect dans votre esprit et vous prononcez Votre esprit a l'intelligence qui comprend la totalité des connaissables Votre parole avec vos excellentes instructions devient un ornement pour les oreilles des êtres fortunés Votre corps est lumineusement beau et glorieux Je me prosterne devant vous qui apportez bienfait à ceux qui vous aperçoivent, vous entendent ou se souviennent de vous Nous sommes tous les acteurs, nous faisons ces gestes, les constats, nous faisons ces mots Et nous faisons ces mots Nous nous rappelons les mots Dans un entretien Si nous faisons ces mots En un entretien En un entretien Если у нас ваджа и колокольчик, то у нас есть освещение, мы можем пользоваться ими. Вот у нас в правой руке ваджа сначала мы поднимаем. Это первая строка. Вторая строка. Звоним в колокольчик. Третья строка. Совершаем мудру лотосового вращения. И на четвертой строке складываем ладони. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И для тех, кто получил ладони. В первой руке, вы можете использовать ладжа и ладони. В первой руке, вы возьмете ладони. В втором руке, вы сомете ладони. В третьем руке, вы делаете ладони. И на четвертой руке, вы поднимаете ладони. Но все это как бы... Внешние проявления, они не настолько важны, как наше внутреннее благоговение. И здесь, это важно, чтобы помыть, что все эти жесты, которые не так важны, как наше внутреннее состояние. Это важно. Попробуйте, чтобы ваша практика не превращалась только во внешние жесты и промотание. Продолжение следует... Следующее, это отношения. Здесь сказано, опять же, для тех, у кого есть посвящение. Представляя себя божеством, то есть в области того божества, посвящение которого вы получили. Выпусти из своего сердца прекрасных богинь, держащих четыре вида воды. То есть это вода для споласкивания рта, вода для питья, вода для... чтобы пить, питьевая. Вода для омовения тела и вода для омовения ног. И потребности их обычно пять. Пять, то есть это цветы, благовония, светильник, духи или ароматное умащение. И пища. И музыкальные инструменты. Всего у нас получилось десять. А также прочие облака подношений. То есть все, что вы можете себе представить ценного, то, что для вас представляет ценность. Заполняет все пространство, которое вы можете только себе... Которое вы можете охватить своим умом. И мысленно подносите. Которое. Вот, вы можете... Вы imaginez, sous la форме Деито, и вы оставите из вашего кое-корда Мервеевы Деито, у нас четыре типы Деито, которые первые, которые используются для инсцентрации Деито, которые мы видим, и третье, которые мы используются для лавки, и четверо, для лавки. И, так же, есть все, что мы называем из-за инсцентрации, в том числе, в лавнице, в ароматах, в ароматах, в мунице, в инструменте, и вы также деито, в нюаге дефранте. В нюаге дефранте, вы imagineете в так же огромном как вы можете вы вестрали, что весь этот дефранте И произносим «Вам, о превосходнейшие поля заслуг, подносим эту восхитительную воду всех видов, цветы, ароматные благовония, светильники, благухающую воду и другие океаны облаков подношения явно приготовленных и представленных в уме. И, в результате, вы говорите, что «вы желающие воду, цветы, различные цветы, любые цветы, любые цветы, светлые цветы, ароматную воду, этот океан в нюхе дефронт сейчас и визуализован, я вам представлю его, «е субрэм, шанс дэмэрит». Здесь, опять же, если мы делаем практику в тишине, просто все это визуализируем. Если же делаем в группе и, опять же, не совсем в тишине, тогда мы можем... Сразу же, как бы, подняв ладжа, звонить в колокольчик, и на третьей строке, опять же, или на четвертой, можно немножко разбрасывать цветы. В роли цветов обычно выступает зерно. В роли цветов обычно в тибетском буддизме, в практиках тибетского буддизма, часто выступают не сами настоящие цветы, а зерно какое-то. Так, здесь, опять же, 7 строков. Если вы делаете практику в тишине, вы можете просто читать, повторить, повторить, повторить. Но, если вы делаете это в группе, здесь, это не в тишине, вы можете взять ладжа и ладжа. На третьей строке, вы можете сделать ладжа и ладжа. И в практике, в тибетском практике, ладжа, 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 ладжа. Насчет этих подношений. Так, такой, как бы, комплект, что ли, подношений традиционен для Индии, наверное. Как комплект для при вещании гостей. То есть, когда приходят гости издали, ему омывают ноги. Но, опять же, человек пришел издалека, у него, скорее всего, пересох рот. Он сначала споласкивает, сплевывает, потом пьет, собственно, эту воду. Ну, уже другую. И один раз я видел тоже, как, собственно, как бы, гость пришел к дому. А хозяйка лила воду из кувшина на ноги, как бы омывала ноги. И затем гость входит. И затем? Гость входит уже в помещение. Как бы, часто люди ходят пешком, ноги в пыли. Ну, так как бы, споласкивают. То, что называется вода для омовения тела, чаще всего, оно делается жестом, которое, на самом деле, разбрызгивание. То есть, это даже не столько именно душ, как бы, сколько, вот, как бы, увлажнение, немного легкое охлаждение, когда водяная пыль. Вот в этом, где там, во Фрайберге? Нет, не Фрайберге, это в... В Базиле. В Базиле. Есть такой аттракцион, там вот, нажимаешь кнопку, и из-за столба вылетает водяная пыль, и ты в этом водяном облаке стоишь и охлаждаешься в жару. В Базиле. В Базиле. В Базиле. Это как... За Мюнстером. Это очень похоже. Это четыре вида воды. Затем, как бы, гостя вот пригласили, ввели в помещение. Пока готовится еда, его же обычно развлекают чем-то там, чего-то красивое показывают. Ну, там, у нас сейчас-то фотоальбомы какие-то, или еще какая-нибудь ерунда, или он там ходит сам себе на полках что-то интересное находит. Вот. В роли этого чего-то красивого здесь цветы. Это усложнение зрения, так сказать. Опять же... Ну... Чтобы в помещении приятно пахло, чем-то там какой-то аромат выпускают. Зажигают благовония, либо же. Если темно, то зажигают светильники. В Индии считалось, что кристаллы драгоценных камней излучают свет. Как это доработал, не знаю. Ну, иногда объясняют это тем, что если кристалл поставить где-то недалеко от окна, как бы, окна обычно маленькие. Луч из окна попадает на этот кристалл, а потом рассеиваясь, как бы, освещает комнату. То ли вот это имеется в виду, то ли еще что-то. Но там в роли светильников иногда драгоценные камни выступали. Опять же, по словам, со слов третьих слов. Светильники. Опять же, духи и ароматные умощения. Тут немножко, если, опять же, про гостя, то человека подразумевает, что человека проводили в купальню. После... В баню. Ага. И после этой бани ему уже предлагают какие-то умощения. Умащивания. К этому времени, то есть, он уже готов, как бы, и пища уже готова, и тут угощение пищи. Во время приема пищи там все и музыкальные инструменты какие-то могут услаждать слух. Угу. А вот, собственно, как бы, пир по-древнему. Или прием уважаемого гостя. Здесь мы, опять же, все это делаем ритуальным образом. И совершаете подношения, подготавливая, как бы, такой комплект подношений, мы подразумеваем такой обширный прием. Так сказать. Ага. 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 Когда у вас есть у вас есть уважение, то время готова, нужно его подготовить. Вот здесь, как он будет подготовить? В мире, это может быть, он может быть, он может быть, я не знаю, что здесь, это будут флоры, которые делают office В Индии, в Индии, Что наizin Это случайная нажимая его летунками Поэтому мы обод�ливаемый лекол с т Boyme и он будет amplифицией от окружающихся поэтому мы часто имел лунир к джойно потом мы четверо и он если облуживание у нас у нас потом мы Мы поставили зонган парфюм, и потом пришли на фестин, то есть, на продукт, который был предложен. И все эти фестин, вы были приготовлены в начале, в предыдущих фестин, которые вы предложили, что вы посетите из марки. то есть это стану такое как бы приема показываем а с другой стороны кроме вот этих подошел которые может быть нам не очень понятно могут быть а мы представляем себе и множество каких-то других подошел не которые процент того что что чул мы сами хотели и он пустын сезон фондом ввозима гене и мультитю дотру за фронт и сон композитор то что вы вы зимой единым амм обычные гости когда я принимаю таким образом в их уме ожидается какое-то удовольствие так ведь и это аналитет нормаль конси он лакей И, de telle façon, il ne peut être que très content cet accueil. Точнее, нет, функция все-таки. Функция, не природа. Природа – это наши заслуги. Функция, если они воздействуют на ум таким образом, что рождают в нем переживание сильнейшего блаженства, которое осознает пустоту, истинную природу вещей. Функция, неизвестная природа. Функция, неизвестная природа. Функция, неизвестная природа. Постигающая пустоту. Но для того, чтобы накопить заслуги, мы представляем, будто бы от наших подношений в его уме рождаются еще какое-то чувство, новое чувство постижения пустоты. они были так и так у них она и они всегда в этом состоянии ношень еще больше ну не то чтобы больше а вот как будто новая занялась ну или больше так и в этом конусал сетарой вы должны высказать что они.-девременно он капа и с дофи спиритюлей они Gonnaи суд тоже в дисоке полисистия которое минул из那хода с транслянасса и зелах великостной земли Но, что нужно представить, это, что с нашими украинцами, они чувствовали эту великолепность снова, или как она увеличивалась, благодаря нашим украинцам. — Ешер Доримбучи здесь часто добавляет, что помимо всего вот этого привлекательного, мы еще и всю свою дурную карму, все свои дурные наклонности, вредные привычки тоже подносим учителю, отдаем, а он их как бы забирает, и мы от них избавились. — А он их как бы забирает себе. Ну, то есть не то, что он как бы начинает следовать этим дурным привычкам, он их просто, ну, куда-то там их, в общем, утилизирует, чтобы отдали. — И là, Римбучи здесь, что мы можем... — Ешер Доримбучи. — Это Елоримбучи. — Елоримбучи diziae, что мы можем дать, в общем, еще и все, чтобы дать, чтобы продать ему, чтобы подать его, прикрыли, за конкурсы, и ассепис спиритюль, все наши плохие кармы, наши плохие обычные обычные, все что мы делаем в негативе, мы можем его дать, и он их acceptает. А потом, как мы говорили, он не будет принимать эти плохие обычные обычные, но он будет поставить их в негативе. И самое главное, мы можем его дать и их acceptать. То есть, вот эти все красивые дары, которые мы до этого подносили, они ведь тоже небеспричинно появляются. Для их возникновения необходимы какие-то все-таки причины. И этими причинами, то есть, из чего воплощаются эти дары, это наша положительная карма. Мы ее в виде этих даров подносим. И плюс к этому еще и свою отрицательную тоже. То, что мы ее поднесли, то положительная не значит, что мы ее потеряли. Не думайте, что вы выаскуднете от этого. Продолжение следует... Это потому, что, в самом деле, cause для того, чтобы эти офраны появятся и чтобы мы могли их сделать, это наш карма позитив аккумулятор, который мы будем дать, в плюсах карма негатив, как мы говорили все-таки. И, во-первых, не волнуйтесь, это не потому, что вы будете делать офраны вашей кармы позитива вы будете потерять. Это осталось с вами. Так, и дальше по тексту. Произнеся это, представь, как от такого подношения в превосходнейших полях заслуг рождается переживание союза блаженства и пустоты. Следующий пункт – это покаяние. Следующий пункт – это конфессион или репентир. Как на французском? Какое слово уже используется? Какое же слово на французском используется? Конфессион или репентир. Что это означает? Что это означает дословно? Пока я не... А что это делание? А что это делание? Нет, конфессион – это будет больше, когда ты исп... Это больше как исповедь. Извинение или... Да, исповедь. Или исповедь. Вот такая религиозная исповедь. А репентир – это когда ты сожалеешь о том, что ты вот каешься больше в чём-то. Исходное слово, оно имеет в виду как бы извинение, которое нивелирует вину, как бы. Которое? Нивелирует проступок. То есть, это такое действие, которое опирается на четыре фактора или четыре силы. Здесь раскаяние, горечь, ощущение горечи от осознания этого поступка – это первая сила. Доверие к тому, перед кем мы совершаем это действие. Будем пока говорить о покаянии. Это вторая сила. Совершение какого-то... Совершение какого-то поступка в противовес этой дурной карме. Это третья сила. Сила противодействия. И четвёртая. Мы даём зарок о том, что в будущем такое действие совершать никогда не будем. То есть, зарекаемся от этого действия. Это четвёртая сила – несовершение боли. Итак, сила раскаяния, сила объекта, опоры, сила противодействия и сила несовершения боли. Вот эти четыре силы, когда эти четыре силы присутствуют во всей своей полноте, тогда практически любую дурную карму можно очистить с помощью этих четырёх сил. Когда чего-то не хватает, ну, собственно, и карма, соответственным образом, не будет очищаться. То есть, когда мы говорим о этой конфессии, так как мы говорим о том, в церкви, это представляет, в смысле, или грязь, которые мы можем чувствовать, и которые помогут длежать, длежать, длежать. И это основа, на первую часть, это то, что мы называем четыре силы. Первая часть, это то, что мы испытываем, когда мы принимаем осознание на факт, что мы получаем. Вторая часть, это то, что мы испытываем, потому что это вероятно, потому что мы имеем в человеке, в которой мы воспринимаем наш грязь от того, что мы сделали. Третье, это вероятно, для того, чтобы улучшить, или улучшить карма негатив, и улучшить, что мы получили. И четвертье, это вероятно, чтобы не начать. И так, это вероятно, чтобы улучшить, чтобы не повторять, чтобы не повторять. И когда эти четыре вероятно, то есть улучшить карма негатив. Однако, если мы совершаем какой-то поступок, злобный поступок, плохой поступок, осознавая это, думаем, ну, я сейчас это сделаю, а потом как-то отмолю, как бы. Ведь с помощью четырех сил можно очистить любую дурную карму. Если мы совершаем поступок с таким осознаванием, такая карма чаще всего становится неочищаемой, даже четырьмя силами. Однако, во время, что надо им иметь, что если мы не совершаем, что мы совершаем неправильную реализацию, и когда мы совершаем это, мы говорим, что действительно, или что, если у меня будет возможность улучшить это, то это не может сделать, это не работает, и это карма, кармин, которые вы аккумуляете в том, что вы делаете эту плохую деятельность, есть очень большая probabilность, что это остается, что кармин, который не может быть уничтожен. И, подозревая все это, Авто у нас тут пишет, проявив в уме мысль раскаяния во всех совершенных прежде проступках падениях, в общем, и, в частности, в каждом по отдельности, а также мысленно зарекаясь, даже ради спасения жизни совершать их в будущем, произнеси. И дальше уже текст из ритуала. Чистосердечно и полностью раскаиваясь, исповедуемся в каждом накопленном с безначальных времен недобродетельном действии тела, речи и ума, а особенно в тех, что противоречат трем обетам. Недобродетельные действия тела, речи и ума. Вкратце, обычно этот список, ну, в нашей натуре ведь мы любим составлять списки какие-то три чего-то этого, там, пять каких-то таких, десять вот этих, там, топ-10, топ-20, там, что-то в этом роде. Ну и что-то в этом роде, как бы, топ-10 из недобродетельных поступков, это три действия телом, четыре действия речью и три действия умом. Так, все в том числе! У нас есть самые негативные, которые мы можем предъявить с телом, с рождем и в心. И, в принципе, мы делаем в этом лечении. Мы любим листью 3-6, 4-5, 10 элементов. Итак, здесь, есть 10 негативных, это были 3 негативные. украли 4 акция негатив комиссия таро и и 3 акция негатив петь а в кисть чек называют 10 черных злодеяний на юна он из апель си лейдий акции ну а так три действия телом это прерывание жизни прерывание жизни растение не обладают сознанием поэтому как бы их срывание срезание и так далее это не является убийством это не прерывание жизни прерывание жизни это только те существа которые обладают сознанием подразумевается убить их убийство взятие не отдано здесь это может быть и из скрытый образ то есть когда это совершается воровство кражи либо же это открытый грабеж либо же это вымогание обман мошенничество и так далее и 4 это сексуальная распущенность в целом когда половой акт приносит кому-либо вред можно так сказать на характеризовать революция вот так что если точный раз негатив нелепипеде кмкк а ведь у корр не председательства в целом а вот так как из них виноват на революции Cowett снижение отношения кит-дем ou тьсссссссс а так как а не поподобно от кисть в корр здесь они не соответственно Продолжение следует... 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 то нет проблем. Однако, если вы принадлежите к этому, и вдруг, после того, вы измените ответы, то это будет частью ошибки. И это, может быть, 10 негативных действий, которые считают, как главным действиям. Триобета – это обеты личного освобождения или протимокша. Обеты бодхисатов и обеты тайной мантры. Итак, здесь есть три типы. Это будет первое, первое, для избирательного освобождения или протимокша. Потом, это будут будут бодхисаттва. И третье, это будут будут мантры. Эти три названия, конечно, ничего понятного не делают. Но обеты личного освобождения – это обеты… Ну, их либо по одним спискам семь, по другому – восемь. Семь – это обеты мирянина. То есть, соблюдающего, ну, скажем, пять обетов. Отказ от убийства, воровства, взятия неотданного, полюбодеяния, лжи, большой лжи. И спиртного. То есть, точнее, не спиртного, а опьяняющих средств. Это пять обетов мирянина. Обеты послушника. То есть, мальчика, готовящегося стать… Ну, или мужчины, готовящего стать монахом. В нашей традиции их 36 обетов. Послушницы. То есть, женщина, которая готовится стать монахиней. Их тоже 36. А затем… Ну, как бы, у женщин есть еще один обет. Там, как бы, новичок, как бы она. Здесь она уже, собственно, готовится стать монахиней. Там немножко побольше обетов. Затем обеты женщины-монахиней. Так, 251… 200… 360 с чем-то обетов я уже забыл. 300 с чем-то. 300. А. 300 с чем-то обетов. И обеты монахов, мужчин. Это 251 в нашей… Сколько? Ой. 253 в нашей традиции. Угу. Это 7 обетов личного освобождения. Восьмым к ним добавляют однодневный обет. Восьмым к ним добавляют однодневный обет. Эти обеты, как бы, пожизненные. Ну, или даже до того момента, пока они не будут нарушены. А однодневный обет, он, собственно, на 24 часа берется. Точнее, от рассвета до рассвета. Там в предрассветное время проводится церемония и принимаются эти обеты. И со следующим рассветом эти обеты, как бы, заканчиваются. А на Севернополисе на три месяца получается. А на Севернополисе зимует три месяца. Точнее. 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 которые становятся моими. И потом, еще один тип этих целей. Все целей, которые мы берем, что мы говорим о том, это цели целей, которые мы берем для всей жизни. В этом году, еще один тип целей можно берем, и эти целей в 24 часах, мы берем, мы можем церемонтировать прямо в левом солнце, и она длится, если мы должны их conserver до следующего дня, в левом солнце. Следующие обеты, это обеты бадхисатов. Это такие обеты, которые берут на себя обеты бадхисатов. И обеты тайны мантры, это те обеты, которые обретаются в процессе посвящения, то есть введения в мандалу какого-то божества, обычно начиная с йога-тантры. для таких обеты, есть а также И которые связаны с йога-тантра. В ответ на нашу покаянную молитву, от тел объектов исповеди, то есть имеется в виду Джерембучи и два его духовных сына, два его ученика, от их тел разливаются лучи света. Они попадают на ваше тело речиум, то есть всех существ. Также и как лучи солнца, озарившие темную комнату, то есть имеется в виду, что когда лучи света попадают в темную комнату, ведь мрак из этой комнаты не постепенно как бы уходит, а тут же, вот было темно, тут же стало светло. Или как свет включили, у нас же не так, что это постепенно как-то что-то проявляется, а сразу становится светло и все. Таким же образом, и как лучи солнца, озарившие темную комнату, устраняет и очищает все проступки, завесы. То есть вся дурная карма моментально очищается, как у вас, как вы произносящего это, так и произносящих вместе с вами всех существ. И так, в ответ... Продолжение следует... Quand on parle de... ça éclaire une pièce sombre, c'est vraiment comme quand vous allumez la lumière, il fait noir, vous allumez la lumière et la lumière apparaît d'un seul coup, en un instant. Donc là, de la même façon, ces rayons vont nettoyer toutes les fautes accumulées et les garmas accumulés, non seulement pour vous, mais également pour tous les êtres qui vous accompagnent. Mais ici, on fait allusion à d'autres possibilités de purification des karmas négatifs qu'on verra un petit peu plus tard. Et donc, ici, cette méthode de purification, elle se fait en une seule fois, ça se fait de manière instantanée, alors qu'après, dans les moyens que nous verrons ultérieurement, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Donc, следующий пункт из 7, ну, 6, c'est... De pas, c'est... De nous, c'est... То есть, очень хорошо, если мы изучим их биографии и будем знать, какие подвиги они совершали, осознавая это, радоваться тому, что это они делали телом, речью ему, мы произносим следующие слова. Мы искренне восторгаемся вашими о покровителе великим деяниям, ведь вы в это время упадка усердствовали в том, чтобы многое услышать, воплотить и, отбросив 8 мирских дхарм, наделили смысл свободы и блага. То есть, теперь мы переходим к следующему моменту, который является речью. Спасибо. Возвращение следует... Так, ну, если этот текст первый буддийский текст, который вы читаете, тут, конечно же, все выглядит как шифровка центру. Выглядит как шифровка центру. Какое-то зашифрованное разветодонесение. Тарабарская письменность какая-то. Первое. Время упадка. Опять же, по древнеиндийской, так сказать, мифологии, когда... В большинстве мифологии это есть. Когда-то был золотой век тот же самый, было прекрасное время. Когда кальпа была совершенной, тогда все было лучше, прекраснее и так далее. А потом постепенно наступает упадок. И вот наше время, это, как всегда, самое ужасное время, когда все самое плохое, и мир вокруг мы себя отравили, и погода вся какая-то неправильная, климат не тот, и люди, и сами мы, все плохо как бы. Ну, обычно это называется на санскрите «кали-юга». «Кали-юга». Так, здесь, когда мы говорим о церковном декляне, это правда, что мы находимся в многое, в многих мифологии индии и других. И мы говорим, мы всегда говорим о церковном декляне, о церковном декляне, о церковном декляне, и очень часто, что мы находимся в том, и недостаточно, что мы находимся в том, чем мы чувствуем, что мы someday будем находиться. Например, сейчас у нас будет у нас обморачиваемых, у нас побывается, корректирования между человеком, и младшим, и так далее. Это, опять же, я думаю, на большей части, как бы, Как образ некий, чем конкретно историческое какое-то сведение о том, что когда-то был золотой век. Ну, вроде бы, получается, что более золотого века, чем сейчас, никогда у человечества-то и не было. Да. Но, тем не менее, нам очень часто кажется, что, скажем, 10 лет назад люди были честнее. В Женеве можно было не запертую машину оставлять, ну, 15 лет назад, ладно. 10 лет уже, хоть бы назад нельзя было. И так далее. И, в принципе, такое восприятие в течение жизни у каждого человека образуется. Что когда-то раньше было лучше. Человек на своем веке это помнит. И дальше интерполируя, он уже представляет, что... А еще раньше это было гораздо лучше. Где-то говорил. И, север, это тоже самое, что это действительно право для человека. Потому что у нас всегда это ощущение, что это было лучше. Как бы это ни было, в то время, когда... Большинство людей занято какими-то меркантильными делами. И 100 лет назад это было так, и 500 лет назад, и когда отцом папа жил. И еще раньше так же. В основном люди занимались каким-то... Да и сейчас занимаются чем-то меркантильным. Очень редко, когда появляются личности, которые по-настоящему начинают усердствовать в том, чтобы услышать, то есть научиться многому и воплотить на практике эти знания. И отбросив 8 местных тхар. Да. Да. А, да. Да. И... И это может быть, что... Все, что, в которых были эти эпоки, в большинстве, вас еще остались в фильме, которые... Меркантильные активы, и что это было 10 лет, или 10 лет, или 15 лет, большинство людей занимаются этим активом. И это очень редко найти людей, которые исследуют, и которые, потом, пытаются реализовать, которые реализуются в практике, которые они учили, которые они учили. Так, восемь изких дхарм, что это такое? Что это такое? Что это такое? Что это такое? Какие-то 8 дхарма-мандансы, как я их называю? Только вроде бы вчера говорили, что дхарма – это одна из трех драгоценностей. А тут, вдруг, отбросив их, как-то непонятно, что это такое. Потому что, вчера, мы говорили, что дхарма – это один из трех праздников. И вот, вдруг, в тексте, мы говорили, что нужно избавиться от 8 дхармамандансов. В тексте, мы говорили о сентименах, но в оригинале, это дхарма. Слово «дхарма» имеет много смыслов. Исходное слово «дхар» – это держать, то есть то, что держит или содержит собственную природу. Необходимо. Исходное слово «дхарма» имеет много различных смысла. Например, «дхар», в основном, это означает, что первый смысла – это что держит или что компрендент В этом смысле, то, что содержит собственная природа, это все, что существует. Все явления, все, что мы только можем себе представить, то есть то, что существует, это дхармы. Иногда для того, чтобы как-то понять не стало читателю, хотя, мне кажется, от этого понять не становится, а некоторые переводчики придумывают такое слово, как дхарма-частицы. Ну, если это словно, он тоже видит дхарма-частицы, но как-то его называть частицей? Та же самая гора Сумеру, если она существует, то это дхарма-частица, если выдумка, то не совсем. Солнце, дхарма-частица. Поэтому, может быть, слово дхарма так и оставить можно, дхармы. Ну, это дхарма-частица. Да, это дхарма. Это дхарма, это действительно все феномены, которые мы видим, которые существуют. И некоторые tradустицы, иногда говорят, что это дхарма-partикулы, но в самом деле, это не clarifies ничего. Donc, это означает, что это дхарма-частица. Это дхарма-частица. Это дхарма-частица. Это дхарма-частица. 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 когда мы переживаем какое-то счастье мы ликуем от того что мы счастливы а когда страдаем мы впадаем в депрессию грустим нам что-то не нравится переживаем об это от этого 2 когда мы что-то обретаем нам это нравится мы ликуем а когда мы не обретаем или теряем мы грустим 4 когда нас хвалят говорят какие мы хорошие нам нравится мы ликуем когда нам говорят какие мы плохие нам не нравится мы грусти когда мы слышим что-то приятное песни некоторые или как кому-то нравится как птички поет или еще что-нибудь кому-то нравится слушать как работает двигатель харли-дэвидсон нам нравится кому-то нравится когда мы слышим что-то неприятное мы грустим нам не нравится и вот все 8 если присмотреться то наша жизнь это погоня за тем что нам нравится и бегство от того что нам не нравится и вот пока мы как бы в этом колесе как белка бежим мы являемся как бы рабами этих восьми меских тхарм 보는 тебя дарма это и чувствуют питاء дарма птичка дарма первая что когда счастливы мы счастливы счастливы И потом, если что-то се вне наполнения, мы собираем в непрессионном состоянии. Это, в этом первой старте моменте. Когда мы обтянем что-то, мы взяли на одном из них, и мы получаем это, на самом деле, мы слием, мы слием, мы слием, мы слием, мы слием, мы слием. Но если мы потеряем, что мы потеряем, то мы собираем вещество. И это, это было третье и четвертое. После того, что мы очень внимательны. Когда мы получаем compliments, мы получаем, мы очень рады. Однако, когда мы получаем критику, мы очень рады. То есть это, что мы слышим, и световым. И после, когда мы слышим, что мы слышим, что мы слышим, мы слышим, это зависит от всех. Это может быть, или шанс с ореха, или для многих, или для некоторых, или для того, что мы слышим, И если мы слышим, что мы слышим, то, что мы слышим, что мы слышим, то мы часто желаем, то мы не знаем. И в ряду мы посмотрим, что мы проводим нашу жизнь, а задумывая, делаем укреба или керпучиi чувства, и мы пропустим нашу жизнь в параллель в том, чтобы evitar, не переживать, не переживать эти ощущения. И это, вновь, мы пропустим наш день в поле, как у нас вмстер в своем рюке, и ваше благородство, как у нас в тихи дарма мандин, о чем мы чувствуем. Ну да. Или все-таки что-то из восьми меских тхарм толкает меня на этот поступок? Ну да. 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 То есть, делаю ли я это из, как бы, собственных потребностей, как бы, нет, неправильно, не собственной потребности, осознавая, что иначе я как бы не мог бы, ну скажем, какой-то хороший поступок. Или я это делаю для того, чтобы получить одобрение извне? Когда мы все-таки хотим получить одобрение извне, это все-таки опять одна из восьми меских тхарм. Ну да. Ну да. Мы делаем фотографию, а потом где-нибудь там ее постим. Вот я такой добрый и хороший. Да ну как бы на человеке нам плевать. Вот. Ну да. Ну да. И как бы из этих слов следует, что Цунгкапа не делал никаких поступков ради селфи. Цунгкапа не делал поступков ради селфи. Ради селфи. И мы восторгаемся этим. Ему наше восторжение как бы не нужно. Восторжение, этот восторг, радость того, что он совершал это, это то, что нам необходимо. И это ощущение, что мы будем исправить, что он будет исправить, что он будет исправить, это то, что нам нужно исправить эту исправность. — Радоваться от того, что кто-то делает что-то хорошее, кто-то другой, либо же, опять же, мы сами, это такой, как бы, хитрый ход. Когда мы малыми усилиями можем получить большие результаты. Мы же всегда, как бы, стремимся за, как бы, там, трехсотпроцентной выгодой. — И, в общем, это процесс работы с радостью, когда кто-то делает что-то хорошо, в самом деле, это не рюзда. Потому что, для этого небольшого, чтобы радость у нас радость у вас, это, по-другому, это, по-другому, это очень большая результат. Дело в том, что, как бы, радуясь или со-радуясь тому, что кто-то совершает эти поступки положительные, хорошие, мы накапливаем какой-то эквивалент этой положительной кармы. А радуясь тому, что кто-то совершает дурной поступок, мы также накапливаем и эквивалент этой дурной кармы. Например, кто-то избивает кого-то, кто нам не нравится. Мы думаем, ага, так вот, так ему еще поддать. А этим самым мы также накапливаем карму избедения этого человека. А если, наоборот, мы радуемся тому, что кто-то совершает достойный поступок, в тексте «Освобождение на вашей ладони» там, как бы, приводится даже некоторая схема того, что если вы радуетесь человеку, который ниже вас по своему, как бы, духовному развитию, то вы накапливаете в два раза больше заслуг, чем он. В общем, человек, как и... Или отстает от вас. Если вы радуетесь равному, вы накапливаете равные ему заслуги. Если же этот человек выше вас в развитии, то вы накапливаете половину его заслуг. Половина заслуг цунгапы тактит неплохо. Если мы увидим, что кто-то, то, что мы видим, что кто-то в токе, и он говорит, что-то, 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 что-то будет хорошо. Продолжение следует... Si on se réjouit des actions positives qui sont accomplies par une personne qui a le même niveau de développement spirituel que vous, à ce moment-là vous accumulerez des mérites dans la même quantité que lui. Et si par contre vous vous réjouissez des mérites accumulés par une personne qui a un développement spirituel bien supérieur au vôtre, à ce moment-là vous accumulerez la moitié de ces mérites accumulés. Donc si on calcule, si on obtient ne serait-ce que la moitié des mérites de Tsongkapa, c'est déjà pas mal du tout. Et en fait, nous... Et en fait, Lamath Elgon dit, lorsque son professeur de philosophie au monastère, il était allé le voir avec cet extrait, puis il disait, mais voilà... Voilà ce qu'il y a dans ce traité, et ça l'a beaucoup fait rire, parce qu'il dit, mais comment... Et comment tu vas mesurer tout ça ? Comment tu vas arriver à faire la mesure de ces mérites ? Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut utiliser comme base de réflexion, c'est vraiment une matière à réflexion. Et donc le point suivant, c'est la demande ou la requête de tourner la roue du dharma, d'accorder les enseignements. Donc... ... 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 дармака я можно сказать что это их ум ладно было упрощаю и си до ума часто уподобляется либо же пространство небо либо же океану иногда и сибири а если это океан то проявляющиеся на его поверхности волны это как бы на мысли а если он подобрается пространство или небо то как бы склубляющиеся в нем облака это вот мысли и ласку филла учителя здесь я подобрается небо или пространство ум учеников учителя здесь уподобляется высохшей земле уме учителя проявляются мысли как бы единство мудрости и сострадание или любви они как бы соединяясь вместе склубляются в облака и из клубящихся облаков проливается ливень которая смачивает землю как бы даруются учения и иссохшие ум ученика как бы напитывается влагой этой дхармы субб concludым гистром поясниям поясница поясниLG кистром цер�� мусор оikel о окуна э с муэстом, который может быть на свету. Итак, муэстом, композитором с муэстом, в людей, которые с ума были, они потом спрятали, которые подогрели в сердце, которые с муэстом, И так это позволит им, они будут dispenser эти учреждения благодаря этой воде, которая исчезает на их сердце. Это эта сравнение, которую мы видим в Астрове. Глубокая и обширная дхарма – это объяснение истинной природы явлений, пустоты, теории взаимообусловленности, взаимозависимости явлений. А обширная дхарма – это описание действий подхисатов, опять же, многообразия практик, связанных с методами развития достоинств, положительных качеств. И так, здесь, на фразе « Продвигай, у них плит vast и глубокий дхарма», когда мы делаем дхарма глубокий, мы делаем дхарма глубокий, мы делаем дхарма на вероятную природу, а также на интердепенции. И в том, что касается дхарма глубокий дхарма, это объяснение о diversах практик, которые существуют и связаны с различными методами, которые позволят развивать качества. Позитивно. Иногда некоторые учителя советуют в это время представлять, что… Помните в левой руке у Цонкапы стебель лотоса, а на цветке лежит книга? Обычно мы представляем, что это сутропражни параметры. Но если мы изучаем какой-то текст, это может быть букварь какой-нибудь, ну или, скажем, введение в матьямаку, мы представляем, что там лежит именно эта книга. И мы просим Цонкапу объяснить ее нам, Цонкапу с его учениками. И произнеся эту просьбу, мы представляем, что они выражают согласие. И как бы обещают нам это все объяснить. А мы же обретаем способность понять это. Иногда данная визуализация помогает немного легче пройти изучение этой темы, сложной темы. И поэтому, иногда, правой, моим помещением, когда вы проняете это страниц или, в этом случае, вы понимаете, в цонкапа, в левой руке, у него тянет, с утром лотус, и в лотусе, и в том, что вы изучаете другой текст, если вы изучаете лизуку на Мадья-мика, то вы imaginez, что это книга, который находится на руке, и вы ему дадите, чтобы вы объяснили этот текст. И вот, в моменте, они будут отвечать, и они будут позволять объяснить этот текст. И это правда, что, для нас, это помогает, это помогает, и это правда, что это очень полезно. Иногда она очень полезна, когда мы confrontали тексты арду, это может помогать. Извини, а ты перевела это? Не может быть словарь, да? Не может быть букварь? Да, не букварь. Букварь тоже может быть. А, тоже любое. Начинают букварь, окончая матемик автор. Так, на этом пока проживемся. Итак, мы будем остановиться сейчас, и мы увидимся в полчаса.